На сегодняшний день количество привитых в Кашхабрском районе превысило 1720 человек, и это число растет с каждым днем. Работники районной больницы напоминают, что перебоев с поставками вакцины сейчас нет. По-прежнему большинство из числа привитых составляют работники образования, социальная и бюджетная сфера, медики. Вчера изъявили желание пройти вакцинацию сразу несколько сотрудников филиала Центра труда и социальной защиты населения по Кашхабрскому району, деятельность которых напрямую связана с взаимодействием с людьми. Работники Центра прошли необходимый предварительный осмотр на выявление хронических заболеваний и соответствующих противопоказаний к вакцине. По итогам обследования все они были допущены к прививке. По-прежнему актуально остается вопрос о необходимости вакцинации пожилых людей от коронавируса. Это объясняется ослабленной иммунной системой и высоким риском тяжелого течения инфекции у людей старше 60 лет. Супруги Зайцева из Игнатьевского сельского поселения пришли на вакцинацию вместе. Как узнали, сразу записались, говорит Зоя Тихоновна. Нам предложила Елена Анатольевна, она в администрации работает. Дня четыре тому назад предложила. Ну мы подумали, посоветовали, с детьми посоветовали. Ну вчера дочка звонит, что мол, делайте, я сделала, делайте. Я ей вчера позвонила, она мне назначила сегодня на полдесятого. Прислала машину, вот мы приехали. Себе сделали, да? Себе, мужу сделали. В общем, у нас пока никого нет. Как вы себя чувствуете после прививки? Ну мы только сейчас сделаем, буквально минут 15, пока не чувствуем ничего. Мне 82, супруга 90. Живем мы вместе 64 года. А не болели, да? Ну, нет, нет, не болели. Гриппом в последние лет пять не болели. Он хронический бронхит. А знаете, своими путями, то малину, то там что-то такое, вот попьемся. Жительница Вулинского поселения Мария Родионова сделала первую прививку от коронавируса. Очень рада, что вакцинироваться может, не выезжая из родного села. Приходите, пожалуйста, вакцинироваться. Ничего не больно. Я взяла, отлично, отлично. И не надо теперь никуда ездить, кроме как сюда к нам прийти в амбулаторию, и все. Это для нас же делается, наше благо. А как вообще вы решились на прививку? А чего, все подруги мои, родственники сделали, а чего ж я хуже других.